Сотрудники полиции, МЧС и добровольческого отряда Лиза Алерт рассказали, кто и как ищет пропавших без вести людей, а главное, как не оказаться в их рядах. Последний случай пропажи был в Кольчугинском районе. 85-летняя женщина ушла из дома в неизвестном направлении, не предупредив родственников. На этот раз всё закончилось хорошо. Полицейские и волонтёры вернули пенсионерку домой в течение суток. Ольга, дочь пропавшей, рассказала, как всё случилось. Вышла она погулять за домом. Она никуда не ходила. Готовила обед, хожу ее. В общем, стали ездить на мотоцикле. Основной ориентир был у нас. Они сказали нам, что вот здесь, Липовая аллея. Ну да, Липовая аллея. Да, вот тут радиус. И мы тут как бы всё ездили, искали её. А Ира полезла в завалы, её обнаружила. Она там сидела под деревом, живая. В преддверии ягодного и грибного сезона спецслужбы и волонтёры рассказывают жителям основы поведения и безопасности в случае пропажи близкого человека. По статистике, люди чаще всего пропадают в лесах, в которых до этого не раз бывали. Виной всему быстрое изменение природного ландшафта. Хорошо знакомый перелесок может за пару лет зарасти до неузнаваемости. По итогам шести месяцев 2023 года в органы внутренних дел всего поступило порядка тысячи заявлений, сообщений об установлении местонахождения граждан. Из которых порядка 90 – это розыски несовершеннолетних. Все несовершеннолетние на сегодняшний день найдены. Из оставшихся у нас сейчас в розыске 19 человек, находящихся в федеральном розыске. Сотрудники органов напоминают, если у вас появилось подозрение, что ваш близкий человек пропал, надо незамедлительно сообщить в полицию. По статистике, вероятность найти пропавшего живым в первые сутки составляет 90%, а на вторые сутки уменьшается до 50%. Заявить о пропаже может не только близкий родственник, но и любой очевидец. В МЧС просят соблюдать простые правила при выходе в лес. Одеваться надо в очень яркую одежду, с собой взять все необходимые вещи. Фонарик, спички, обязательно телефон заряженный. Обязательно надо родственникам предупредить, в какую сторону вы пойдете. Обязательно сказать, во сколько вы уходите, во сколько вы придете с обязательным отзвоном. Если вы принимаете, у вас есть какие-то болезни, в обязательном порядке надо взять с собой все необходимые лекарства. Воду взять. Куратор добровольческого отряда Лиза Алерт по поиску пропавших людей советует. Если вы потерялись, но решили самостоятельно выбираться из леса, оставляйте на своем пути метки. Они помогут и вам, чтобы не ходить кругами, и поисковикам. На данный момент в области численность отряда составляет около 250 человек, но их иногда не хватает. В отряд может попасть любой желающий старше 18 лет. Можно позвонить на номер горячей линии, который у нас является единым. Можно заполнить анкету в наших группах, в социальных сетях. Принимать участие в поисках пропавших можно разными способами. Это не только непосредственный выезд на место поиска. Также есть много функций, которые можно выполнять дистанционно. Это и распространение ориентировок, и прозвон медицинских учреждений. В нашем отряде мы всем найдем применение, и каждый сможет принести пользу. Важно знать, что отряд «Лиза-Алерт» не работает без официального заявления в полицию. Чем меньше времени прошло с момента исчезновения до заявления, тем быстрее пропавший будет найден.